Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова В рамках дискуссии по поглублению интеграции между Белоруссией и Россией створена совместная межурадовая группа. Она работает над тем, как найти развязки по отшиваниях для краин пытаниях и выйти на программу деяния по наполнению договора об союзном будовнестве. Александр Лукашенко констатовал, что по куле день незразумелое торможение. Это при том, что уже на наступном тыне запланована встреча лидеров Белоруссии и России в Санкт-Петербурге. Мы договорились с президентом Путиным о том, что мы не будем ломать договор. Потому что если мы влезем в ломку договора, мы разрушим вообще все, что создано за это время. Это во-первых. А во-вторых, договор же в полном объеме не реализован. Он сегодня актуален. Надо просто выработать документы. Мы назвали это программой действий по дальнейшей интеграции Белоруссии и России в рамках союзного договора. Мы определили те рамки, за которые мы выходить не должны. Мы ответили на самый главный вопрос, который, знаете, подбрасывался со всех сторон, не знаю, с какой целью. Войдет Россия в состав Белоруссии или Белорусс в состав России или нет? Мы ответили, что нет такой необходимости. Мы решили так, что мы должны идти шаг за шаг для того, чтобы реализовать положение союзного договора. Керавник нашей державы зазначил, что при выращении стратегичных пытаний важно не забывать об бегущих темах двухбакового парадку дня. От поставок белорусского харчаванья, которое периодично не пускают на российский рынок, до махчимости свободного удела в держакупках, тяжкости у промысловой кооперации и наступства у податкового маневру для Беларуси. Протягиваем выпуск. Господарки Беларуси провели другие укос трав большим на 40% площадью. По оперативных даденах скошено коля 340 тысяч гектаров. У лидерах аграры Бреска и Минской областей. Там убрали больше за 60%. Гомельская область наблизилась до экваторов. Подаденных Минсельгасхарчу план по нарыхтовце травяных кормов у краяне выконаны на треть. А кроме того, зараз завершается уборка азимой свирепицы и ячменю. Азимрапс на озерне собраны на 40% площадью. Международная федерация товариства «Червоного крыжа» и «Червоного пау месяца» мая намер реализовать на территории Гомельской области широк новых проектов. Об этом поведомил представник этой организации Гархмаз Гусейнов, який сегодня наведал регион с рабочим визитом. Подробностями материаля наших корреспондентов. В программе визиту керавника регионального представительства Международной федерации товариства «Червоного крыжа» и «Червоного пау месяца» Гархмаза Гусейнова одразу некольки сустрич. С переселенцами с Донецкой и Луганской областей. За инициативной группой пожилых волонтеров, які доглядают за своими ровесниками по месту их жихарства. Але перша сустрича с волонтерами от Рада Худкага Реагавання, які подчас проведения других европейских гульняв працавали у составе медицинских брыгад. Гархмаз Гусейнов каже, что уважлива сачил за споборництвами и высоко оценива их организацию. Виктория Какушкина на гэтых гульнях оказывала допамогу глядачам. Подготовка была, во-первых, мы проходили тесты к самим европейским играм, а отбор у нас был такой же, как у волонтеров европейских игр. Мы проходили тесты, платформы, затем ездили на разные тренинги. Были смены на трибунах по 8 часов, потом нас сменяли другие волонтеры, мы уходили и вот так вот проходило каждый день. Гомельские волонтеры, які працавали на других европейских гульнях, отримливают подзяки Беларусского товариства «Червоного крыжа». Доброохотники, які были задейничаны у гомельской фан-зоне – подарунки. Але продугледжаные программы визиту сустрэчы – неадзинная мета приезду керувника регионального представництва. Необходно ознайомить областную организацию за межным вопытом и обмерковать проекты, які Международная федерація товариства «Червоного крыжа» и «Червоного пау месяца» буде реализовывать на территории гомельщины. З уліком назапашеного вопыту, на протягу амаль 30-ти годов федерація оказывая мета на кераваную допамогу жахарам районов, які потерпели у вынеку Чарнобыльской катастрофы. Проект, который был направлен на оказание помощи чернобыльским регионам, был одним из самых долгосрочных проектов во всей истории Международной федерации офис «Красного крыжа» и «Красного пау месяца». И на данный момент мы обсуждаем с руководством Беларуского красного крыжа, можем ли мы сделать что-то еще и посмотрим, что возможно будет в будущем. Кризисный центр Гомельской областной организации Беларуского товариства «Червоного крыжа» открытый по угодам тому. Его задача – оказание допамоги людям, які опынулись у тяжкой життевой ситуации. Это долготерминовый проект, который не имеет аналогов у республицы. У центра створены все необходимые умовы для вертания до нормального життя. Однако это не только часовый дом и притулок, но и место, где можно вырешить на запашенные проблемы с делом разных службов. Мы предоставляем людям жилье, и заодно мы трудоустраиваем, ищем, помогаем работу, восстанавливаем документы, паспорта. Это важно. Они благодарны, они довольны. Население нашего города Гомеля все знает, что существует кризисный центр, и они направляют нам, постояльцам. Олешин Сюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Забарона на наведывание лесов целком снята в четырех областях Беларуси, в Тымлику, в нашем регионе. И как раз, свойчасово почался сезон лисичек. Про это поведомляют сами же хары краины, які отделятся в социальных сетках фотографиями собранных грибов. У леса хуже можно найти лисички, подберозовики и подосиновики. Местами сустракаются белые. По раннейшему подзабаронной наведывание лесов мальва у всех районах Брестской области и у одним – Минской. Набыть карту гостя зараз можно и у Гомеля. Сегодня в регионе открылось представительство уникального для Беларуси туристичного проекта. Какие первые отримывали владельник карты, доведался Дмитрий Котов. У многих краинах света денежуют специальные программы, которые предоставляют туристам скидки при наведывании самых разных объектов. Летость до сусветной тенденции долучилась Беларусь. Проект «Карта гостя» спочатку объедновал 76 объектов, зараз их больше, как 700 по всей краине. Гэта музеи, магазины, рестораны, гостиницы, пункты проката автомобилев. Владельник карты гостя навод мае право бесплатного проезду у громадским транспорте. Карта гостя – гэта пластиковая смарт-карта, якая нагадывая звычайную банковскую. Иснуе пять форматов розного кошту и термину деяния. Комплексная система включения объектов позволяет, наверное, наиболее интересно и с пользой человеку, купив этот продукт, и спланировать маршрут, и иметь какую-то конкретную экономию. Потребязная информация представлена на сайте проекта. До речи, там же можно и заказать свою карту, а после забрать у пунктах продажу. Один из них подшел денежить у Гомели, и он разместился по улице Советской, 28. Догольные системы проекта долучились 80 объектов у регионе. Сирот их – Гомельский палацово-парковый ансамбль, музей битвы за Днепр, Ветковский музей старообразництва и белорусских традиций, имя Шклярова. Карта гостя различена не только на популяризацию туристичной привабности краины, а и развитие внутреннего туризма. Тем более, калейочным затекают не только замежных гостей, а и хоров суседних регионов. У нас есть что посмотреть и что показать, как нашим туристам Республики Беларусь, так и иностранным туристам. Поэтому мы всегда рады туристам, всегда их ждем. У нас в городе Гомели достаточно много знаковых исторических объектов, которые включены уже в данный проект. И также включены ряд объектов Гомельской области. Это музеи, гостиницы, рестораны. У Гомели сподяются, что с заявлением представительства проекта карта гостя, колькость жадающих ознайомиться с культурной спадшиной региона станет больше. В перспективе плануется повеличить колькость объектов, которые будут пропонувать скидки владельникам карт, а так само местам их реализации. Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». Свято с конкурсами, подарунками и катанием на теплоходе провели для шмадзетных, опякунских и неополных семьях Гомеля. Гостями мероприемства стали амаль 150 человек. Организаторы – городский центр социального обслугования семей и детей и Гомельская епархия. Доброчинную акцию примерковали до дня святых Петра и Феоронии. Гостям рассказали про историю свята и жизнь православных святых – заступников семьи. Забавляльную программу с викторинами так само присвятили теме кахания и верности. Дорослым на память об сустрече подарили образы святых Петра и Феоронии, которые будут оборонять их семейный союз. Четыре сына, одна дочка. В этом году четверо пойдут в школу уже. Для меня главное – это семья, чтобы детки выросли, выросли, встали на ножки, сами пошли в будущее, чтобы они были здоровыми, чтобы росли в любви и в счастье. И во всех так, наверное, было, чтобы дети никогда не знали горя. Дятей чекали и иншие сюрпризы – билеты у парк аттракционов. Завершилось свято мини-подорожьим катанием по соже на теплоходе. Максимальный балл на централизованном тестировании набрали 325 абитуриентов, причем 12 за их зарабили заповедные 100 баллов двойча. Самым счастливым предметом оказалась математика – максимальный балл у 101 абитуриента. Далее идти биология, на третьем месте – белорусская и английская мовы. Усягушь, все лето для проходжения выпробований зарегистровалось около 77 тысяч абитуриентов. Это на 7% меньше, чем в преднем сезоне. Нагадаем, выники ЦТ по всех предметах доступны на сайте Республиканского института контролю ведов. Бронзовый призер Европеады баскетболист Андрей Рогазенко провел майстер-класс у Гомеля. Зараз спортсмен гуляет за баскетбольный клуб «Цмоки». Але по мягчимости наведывая родный город и охотно делится сокретами майстерства с подрастающим поколением. Заняток по баскетболе наведала наш корреспондент Вероника Гамзюкова. Гульнявых видов спорта в программе других европейских гульняв было всего два. Або два не обязали белорусам узнагород. В баскетболе 3 на 3 национальная сборная заявилась меньше за год тому. Формировалась команда с тех, кто был не заденечен у подрыхтовцы по традиционным баскетболе. Стритбол дал спортсменам шанс проявить себе, и они его не пропустили. Приехавши додому, Андрей не мог не наведать школу, где учился и починал свой шлях в спорте. Зараз тут три баскетбольные классы. Для учениц одного зыгр организовали майстер-класс. Болела за команду, хотела, чтобы они выиграли. Он очень хорошо сыграл, мне очень понравилось. Я тоже хочу хорошо играть в будущем, а также попасть и такую же медаль получить. Переживала я сильно, так как боялась, что они могут проиграть и за третье место. Стали они бронзовыми призерами, они этого заслужили. Мне понравился последний матч, там были очень захватывающие эмоции. Очень понравился Андрей Рогозенко. Он очень хорошо играет, там распасовывает мячи, бросок очень хороший, такой мягкий. Смотрела я игры Андрея, переживала, переживала, когда они проиграли за первое место. Я уверила, что они выиграют за третье. Всегда хотела играть, как и он. Так побеждать, как он побеждает. Что-то так же радовались за меня, как за него сейчас радуются. После размовы с починающими спортсменками Андрей Рогозенко провел майстер-класс. И он показал, как поспехово закидывать мяч у кольцо и даем некольки каштовных парад. Внимательно на тренировках работать, делать все, что говорит вам тренер. Смотреть игры других игроков и следить за ними. Евролига, женский чемпионат. Следить за игроками сборной, как они работают и сразу брать у них что-то. До речи, Андрей узельничал и в первом чемпионате Европы по стритболу. Тогда белорусская сборная засталась у кроку от пьеды стола и стала четвертой. За матчами и чемпионата, и европейских гульни уважливо сочил батька спортсмена Анатолий Рогозенко. Миновито Йонко Листи привел сына в баскетбол. Горжусь тем, что не только я как папа, но и как тренер его, первый тренер, переживал, болел на всяких играх. Эмоции просто перевыполняли. И внутри, это же не только медаль, это и гордость за нашу школу, за дворец игровых спорта, за город, за область. Что эта медаль, она досталась для всей нашей области. Домов баскетболист приехал всего на день. После он вернится в Минск, чтобы протягнуть тренировки в составе столичных цмоков. Ироника Гамзюкова, Яуген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Телерадиокомпания «Гомель» подвела выники фотоконкурсу «Моя любимая фан-зона», присвеченную другим еврогульням. На протягу 12 дней болельщики досылали свои фотоздимки с фан-зоны каля Лядового палаца. Жюри фотоконкурсу вызначила «Перамужцу». Головный приз отримает гомельчанка Виктория Трухан. Остатние удельники, которые дослали с дымки соответственно умовам конкурсу, отримают захвачивальные призы. Майстер-классы по гончарным ремястве будут проводить у «Гомеля» три раза на тыдень. По понеделках в четвергах и пятницах при умове добрых на двор и ожидающих чекают у центральной части парку с полдня до трех-один дня. Коля сувенирного киоска своим майстерством поделится ведомый гомельский керамист Павел Гвоздев. Тут можно будет поднимать в руках живую глину, попрацовать на гончарном крузе, выработать своими руками сувенир и забрать его на память. Эта и иншая новина вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. Дякую за увагу и до встречи у эфира. Де-факто продолжает эфир телеканала «Беларусь-4» в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Зеленый сигнал светофора для пешеходов всегда, образно говоря, зеленее, чем для водителей, ведь те при повороте должны уступать дорогу людям. Но автомобилист на Ладе этого не сделал и совершил наезд на 39-летнюю женщину. ДТП произошло в Гомеле на пересечении улицы Студенческой и проспекта Октября. Женщина шла по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет, когда неожиданно случился наезд. 37-летний водитель, совершая поворот налево, не уступил ей дорогу. Женщина получила травмы и была доставлена в больницу. Причины ДТП сейчас выясняет ГАИ. Сотрудники обращают внимание, что часто такие ситуации происходят из-за спешки и невнимательности автомобилистов. Водитель передвижной мельницы намолол свои закрома 1700 килограммов муки. В деревне Заречье Брагинского района милиционеры выявили факт хищения готовой сельхозпродукции. Они остановили специальные грузовые автомобили «Мерседес-Бенц», оборудованные установкой мельницы. В емкостях машины находилось немалое количество свежесмолотой муки. Как показала первоначальная проверка, на территории одной из молочно-товарных ферм Брагинского района водитель должен был смолоть зерно в своем специальном автомобиле и отгрузить полученную муку. Однако после этой процедуры часть продукта осталась в емкостях машины. Как выяснили стражи правопорядка, водитель по договору найма трудился у индивидуального предпринимателя из Могилевской области. То, в свою очередь, заключил договор с ОАО «Пероможник» на оказание услуг специального транспортного средства – мобильный кормикормовый завод. Водитель на зерноскладе молочно-товарной фермы произвел помол, однако осуществил неполную выгрузку и уехал с территории. Вес похищенного составил 1700 килограмм муки стоимостью 459 рублей. По данному факту проводится проверка. Почти 10 тысяч рублей ущерба за три часа рыбалки с запрещенными орудиями рыболовства. На озере Золотое Брагинского района четверо мужчин ловили рыбу металлическими наставками, приспособлениями, сделанными из металлического каркаса и сетей. Всего нарушители выловили более 100 особей озерно-речной рыбы. Вес добычи составил 53 килограмма. Инспекторы выследили браконьеров и задержали их совместно с сотрудниками РОВД. На место вызвана следственная оперативная группа. Граждане задержаны и водворены в ВВС. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 281 Уголовного кодекса Республики Беларусь. На сегодня это вся информация выпуска. Следите за происшествиями региона вместе с Де Факто. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Саевин. Здравствуйте. В Гомеле чествовали победители и призера вторых европейских игр по гребле на байдарках и каноэ. Марина Ритвинчук, Ольга Худенко, Маргарита Махнева и Надежда Попок принимали поздравления в Гомельском областном центре Олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ. Напомню, что Марина Ритвинчук и Ольга Худенко завоевали по 4 медали. На ней выступали как в одиночных, так и в парных заездах. Кроме того, уроженки Гомельщины завоевали бронзу в заездах четверок. Ни с одним стартом не сравнить, потому что даже те же чемпионаты мира и Европы, которые ты проходишь за границей, то дома это было душевно, это было более спокойно, но в то же время и эмоционально, потому что ты понимал, что игры проводятся дома, ты не должен упасть лицом в грязь. Так как все было сделано на высшем уровне, мы должны были показать результат такой, как проводились игры. Маргарита Махнева, может еще в силу того, что стала мамой, в прошлом году не успела вернуть, была я кондиция, ей было далековато до медали. Но во всех остальных номерах программы мы выглядели достойно. Конечно, мне очень жаль четверку, что чуть-чуть не доехала, уступили буквально на самом финише венгерскому экипажу. И двойка 200 у нас попала буквально в штормовую погоду, и вода у них была невыгодная к выступлениям. В общем, я доволен. Хотя, скажу, если были бы другие погодные условия, вполне возможно, что мы бы выступили еще лучше. Гомельчане лучшее. В Могилеве состоялась республиканская спортакеада детско-юношеских спортивных школ по стрельбе из лука. Состязались юноши и девушки в возрасте 17 лет и моложе. Команда Гомельского областного центра Олимпийского резерва по преклонным минам спорта выиграла общий зачет соревнований. В активе наших спортсменов два золота. Артем Малаев победил в упражнении дуэль у юношей. Евгений Смольский занял здесь второе место. Данил Кравченко и Алина Малаева стали лучшими в миксте. В упражнении «Олимпийский круг» команда девушек показала второй результат. Серебро завоевали Алина Малаева, Ирина Ромашко, Арина Ашуля-Кнестеренко и Виктория Соловьева. В командном олимпийском круге у юношей Данил Кравченко, Артем Малаев, Евгений Смольский и Никита Акулин взяли бронзу. В Гомеле проходит спартакиада Дю США по пляжному волейболу. На песчаных площадках стадиона «Луч» состязаются юноши и девушки 14-15 лет. За награды борются 16 пар из Гомеля, Жлобина, Мозыря, Кормы и Гомельского района. Пляжный волейбол входит в олимпийскую программу с 1996 года. Эта дисциплина серьезно отличается от классического волейбола. И дело не только в количестве игроков на площадке. Игра на песке и под открытым небом накладывает отпечаток на подготовку спортсменов и тактические схемы. В Беларуси целенаправленно воспитывают пляжников в нескольких регионах, в их числе Жлобин и Мозырь. На областной спартакиаде Дю США представители этих городов и также Гомеля – главные фавориты. Именно между ними разворачивается борьба за награды. Победители и призеры областной спартакиады, кроме кубков и дипломов, получат путевку на республиканскую спартакиаду, которая со 2 по 4 августа пройдет в Молодечно. Наши спортсмены там будут в числе фаворитов. На протяжении уже 5-6 лет, что женская, что мужская команда юноши и девушек всегда в призах и победители. На последние Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь команда Гомельской области – девочки, мальчики и победители. Первенство Республики Беларусь, которое проходило месяцем назад здесь, в городе Гомеле, тоже победители мальчики стали Республики Беларусь и девочки вторыми стали. Поэтому мы постоянно в призах. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.